Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. И доктора, и молекулярные биологи утверждают, человек — это его ДНК. Мы наследуем характерные особенности болезни от предыдущих поколений, и вы не можете изменить все это. А мой сегодняшний гость сказал вот что. Это ложь, и мы с вами это докажем. Будет интересно. Далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Добрый день, я обязан сказать это. Я позавидовал Ереву. Он был вознесен в небеса, когда ему было только 8 лет. Я познал Христа, когда мне было 30 лет. Ну что ж, Ерев, расскажите, как это было, как это произошло? Это был замечательный опыт. Я был в раю, когда мне было 8 лет. Мне очень нравилось читать книги. Однажды я читал книгу. Прошла буквально секунда. Я оказался в раю. Я был на третьем небе и увидел славу Бога. Я стоял на золотой улице. Я был ребенком и не знал, что улицы рая золотые. Я этого не знал. В тот момент я запоминал все, что видел. Мальчик узнавал небесный мир. Я еще тогда не видел Христа. Он знакомил меня с небом. Я впитывал все это в себя. Я осматривал рай, который был вокруг, повсюду. Я видел одно дерево. Оно разделено и стоит на двух берегах реки. Это чудесно. Я просто удивился в тот момент. Позднее я узнал из 21 главы Откровения о дереве жизни, которое стоит... А вы не знали этого? Нет. Стоит на обоих берегах реки. И я видел это. И запомнил то, что я видел в раю. А потом я оказался в тронном зале. Меня окружали ангелы. Все, что я видел вокруг, так это ангелы. И они пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Слава нашему Господу. Я слышал лишь это. Они поклонялись. Они говорили «Свят, свят, свят Господь». Я хотел присоединиться к ним, к их пению, и погрузиться в эту атмосферу. Я просто восхищался раем и не боялся. Когда вы были маленьким, то вы испытывали чувство страха во время подобных встреч. Не так ли? Я точно знал, где я и кому я принадлежу. Когда я стоял в тронном зале, у меня был совершенный мир и совершенная любовь. Совершенная любовь изгоняет страх. Дьявол шептал мне о страхе, но я не пускал страх в себя. Стоя там, я подумал, почему я здесь? Почему мне дано увидеть все это? А затем я оказался на коленях у Иисуса. Я сидел на его коленях, и он улыбнулся мне. Мы отлично с ним поговорили. Это лучшее, что там было. У нас было много бесед, очень много. Такого я еще не слышал. Я не все понимал из того, что сказал Иисус. Иисус просто готовил меня. На тот момент он вкладывал в меня то, что понадобилось мне в следовании за ним, в служении, в чудесах и в восстановлении. И это просто чудесно. Многим из гостей моей передачи доводилось видеть райские миры. Они не помнят всего, но Всевышний вложил в них много мудрости и духовных знаний. В судьбоносные моменты они понимали, зачем он говорил именно эти или другие слова. А у вас было такое, что вы понимали потом со временем? Именно это и было со мной. Возрастая в служении, в вере во Христа и опираясь на Него, я получал от Него напоминание о тех беседах. Он открывал мне, как служить. Он держал меня за руку и вел меня шаг за шагом. Я даже не ощущал, что иду где-то позади. Это было словно вчера. Это очень славно. А как закончился тот разговор? Он принес чашу с фруктами, поставил ее на стол. Иисус, что это? Спросил я. Он сказал, «Это плод твоей жизни и плод твоего служения». Он сказал еще, «Что бы ты ни делал и куда бы ты ни шел, я буду с тобою, я никогда и ни за что не оставлю тебя. Я прибуду с тобою». Я Реф. Сейчас нас смотрят люди, которым нужно услышать все это поподробнее. Иисус Христос говорит вам, «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Он кроткий и добрый, так скажите ему «да». Скажешь ли ты «да» Христу? Позволишь ли ты ему вести тебя за руку и ввести тебя в твою судьбу? Он поведет вас по пути истины, и вы станете славным человеком. Я Реф. Расскажите о служителях освобождения. Вы ведь являетесь им? Вы совершенно правы. Такие служители несут свободу. Мы несем совершенную любовь Господа Бога тем, кто нуждается в ней. Люди получают травмы из-за своей родословной, прежде всего. Люди наносят вред себе и приглашают врага в свою жизнь. А мы служим Божьей любовью, чтобы люди жили во всей полноте жизни с Богом. Мы приближаем их к Спасителю и к их Освободителю. Это здорово. Я Реф обнаружил силу в служении освобождения. А затем он обнаружил, Бог подтвердил знаком то, что это служение от Него. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Когда Яреф Нот попал в небеса, Господь Иисус вдохновил его поделиться тем, что он расскажет сейчас. Вы это узнаете. Пожалуйста, расскажите нам сейчас о науке освобождения. Искусство освобождения — это применение знаний из Библии, которые мы долго хранили, и это навыки служения освобождения. Это применение их в сфере науки. И сейчас ученые из Академии подтвердили достоверность Писания. Разумеется, само Священное Писание ни в коем случае не нуждается в том, чтобы мы, люди, подтверждали его достоверность, потому что оно есть истина от Бога. У вас есть документы от ученых и достойных доверия людей, подтверждающие то, что вы сейчас сказали. Вы правы, я в служении освобождения. Бог дал мне способность понимать научные документы. Мы понимаем происходящее в лагере науки. Бог дал нам возможность стать партнерами с ними в том, чему нас научила Библия, и мы верно исполняем свою обязанность. Люди приходят на ваши собрания и получают эмоциональное и духовное исцеление вместе. Что происходит с такими людьми на собраниях? Они удивляются. Когда они приходят на наше служение для получения освобождения и духовного исцеления, то также они исцеляются и целесно. Мы служили одной благословенной женщине, которая в процессе духовного исцеления попросила нас помолиться за исцеление ее спины. Подспудно она ожидала, что также частью служения будет и исцеление в совокупности. После этой молитвы она сразу же исцелилась и целесно, и духовно. Она ушла измененной. Ученые и медики советуют решать эмоциональные проблемы у психиатров. Если проблемы с костями ног, то советуют идти к ортопеду. То же самое с руками. А Бог не делил эти сферы. Он везде. Во всех Евангелиях мы видим, Господь Иисус Христос исцелял больных и при этом изгонял бесов. Он исцелил слепого, чтобы тот прозрел, и он изгнал из него бесов. Иисус Христос не разделял людей, рассаживая их по секторам в соответствии с их проблемами. Он исцелял от всего сразу и дух, и душу, и тело. Об этом же говорит и апостол Павел «Исцеление и духа, и души». Расскажите о реакции ДНК на наши мысли. Какова она? Это сногсшибательное научное открытие, подтверждающее Библию. Она говорит об обновлении ума. Преображение это изменение человеческого духа и тела одновременно. И параллельно наука говорит, мысли меняют нашу целесную ДНК. Специалисты провели исследование. Во время опыта они взяли две чашки Петри, их поместили в разные места. В первой комнате поставили чашку с ДНК и попросили участников опыта думать о хорошем. Участников опыта во второй комнате попросили думать лишь только о плохом. Павел писал нам об обновлении ума. В первом случае, в результате опыта, ДНК вытянулась и вошла в состояние покоя. Во втором случае, из-за мрачных мыслей, ДНК сжалась. Это не что иное, как иллюстрация к стиху об обновлении разума. Вот так мы видим, что на нас действует не только материальный мир, но и духовный тонкий... Да, понимаю. Это чудесное научное открытие. Ереф, пожалуйста, расскажите нашим телезрителям о науке прощения. Я знаю, что это трудно, вы правы. Я люблю эту тему, ведь это дверь к исцелению. Она помогает увидеть нашу проблему, если дьявол нашел лазейку к душе. Более 20 лет Стэнфордский университет проводил исследование и пришел к выводу, прощение исцеляет ум, тело и сердце. Нежелание прощать ведет к высокому давлению, к сердечным и почечным недугам, а еще к бессонницам. Наука показывает все излечимо, когда мы прощаем все болезни тела. Нет ни одной, которая не ушла бы. Мы сделаем еще больше во имя Христа. Если наука открывает, так сказать, законы Вселенной, да, так они это называют, то сколько исцелений мы увидим, если мы простим всех людей. Американское онкологическое общество прописывает терапию прощения для лечения рака. Вы можете себе это представить? Неверующие, у которых рак прощают, чтобы исцелиться. По-моему, это прорыв. Врачи прописывают прощение как часть лечения больным. Жаль, что у нас нет времени рассмотреть это поподробнее. Но поговорим о науке страха. Мир использует страх для контроля и ограничения Церкви Христа и для ограничения людей, которых Христос хочет принять. Страх сам по себе пагубен для человеческого тела. Американский журнал организаций организующих медобслуживание опубликовал статью, которая называется так «Боязнь и генерализованное тревожное расстройство не поддаются лечению». Они признали это очевидным. О, это удивительные слова. В Библии сказано, у нас нет духа страха, но у нас есть дух силы, смелости и здравомыслия. Мы не победим дух страха, аспирином. Да, мы изгоним страх. Поэтому приходим мы, мы видим науку. У людей, которые постоянно чего-то боятся, высокий уровень холестерина, высокое давление. Приходим мы и изгоняем дух страха, который схватил их и держал в своих цепях, в своих узах и оковах. Христос освобождает их. Теперь они спят нормально, они едят нормально, и у них нормализуется давление, и это славно. Вы видели это? Да, любовь прогоняет всякий страх. Мы стоим на Библии. Наука подтверждает ее. когда мы видим тех, кто в цепях страха, как и многие другие американцы, у нас есть средства и методы прогнать дух страха, угнетающий людей, и у нас есть духовная власть и сила, данная нам Иисусом. Мы изгоняем страх, мы объявляем исцеление и восстановление в каждой душе, потому что Бог сотворил душу, и мы исповедуем исцеление в душе. Расскажите о знаке обновления ума. Что вы знаете об этом удивительном явлении? Мы учим об этом. Опять же, мы говорили о том, что мысли влияют на клетки тела. Я услышал об этом, и теперь тема об обновлении ума открылась мне как-то по-новому, не так, как раньше. Расскажите о том, что именно происходит, когда мы обновляем ум Словом Божьим. Обновление ума меняет его материальное устроение, и каждую из 75 триллионов клеток тела человека. Помните послание к филиппицам? Четвертая глава, восьмой стих? Это не что иное, как формула. О том помышляете, сказано, что только истина, честно, справедливо и чисто. О том помышляете. Так мы устремляемся к чистоте. О, но это просто захватывающе. Это мудрость с неба, в которой мы все так нуждаемся. Следующая мысль просто снесет вам башню. Уж извините меня за выражение. И вот как она звучит. Наука эпигенетики. Что это? Итак, эпигенетика это изучение генетического материала в клетках и его наследственной передачи в ряду многих поколений. Это что, наука? Да? Хотя этого нет в Библии. Однако наука открывает ярлыки на нашей ДНК, которые можно проследить в поколениях. Они появились там, когда наши предки получили травмы или открыли душу дьяволу. Когда они получили травму, на ДНК появился ярлык. Наука говорит, этот ярлычок переходит к нам по наследству. Я Господь, наказывающий детей за вину отцов. Кроме того, мы видим, как эпигенетики разработали методы удаления этих маркеров или ярлыков с помощью медицины. Я же толкую об их удалении духовными методами. И мы разрушаем последствия травм. Мы срываем эти ярлыки. Мы приказываем им перезагрузиться на уровне ДНК. Богу не нужно тратить десятилетия на то, чтобы простить и освободить человека. Не надо тратить уйму денег, прости, и ты мгновенно исцелишься. О, это так прекрасно. Молекулярные биологи говорят, любой человек это его ДНК прежде всего. И мы не можем изменить эту ДНК. А вы сказали, что это обман. Да, в нас есть сила Божия провозглашать нашей ДНК и говорить травмам для исцеления. Мы исцеляемся от травм, и они больше не влияют на нас. Мы можем поменять свою ДНК. Если вас проклинали, то послушайте учение Ярева и помолитесь вместе с ним. А теперь расскажите нам еще одно свидетельство. Для меня это честь. Мы видели исцелившихся от рака. Я молился за исцеление от опухоли в ротовой полости, и она отвалилась. Женщина была в коме. Она не могла участвовать в освобождении, и мы молились. Она пришла в себя и исцелилась. Мы молились за травмой брюшной полости. Врачи не вылечили ее. Бог открыл нам ее проблему с ДНК, о чем мы говорим с вами сегодня. «Мы так же молились и изгнали все проклятия из ее жизни и жизни ее предков. Господь также освободил ее». Это так чудесно, когда мы видим это. Молитесь Богу и поверьте в это учение. Тогда вы увидите тот же эффект. Это самое важное. Сотни людей прослушали это учение и освободились от хворей, о которых врачи твердили, «О, ты никогда не восстановишься, не вылечишься, это сидит в твоих генах, а мы можем молиться». Для меня это честь. Итак, сейчас я вижу травмы вашей родословной. Сейчас я вижу травмы и раны вашей родословной. Бог говорит, «Это не твой груз, не носи его». Эта травма, передававшаяся из поколения в поколение, исчезает. Господи, эти люди дивно сотворены. Они сотворены по твоему образу и подобию. Я провозглашаю благо вашу жизнь. Вы созданы по подобию Бога и представляете его царство. Я говорю бесовским лазейкам вашей родословной. Я закрываю их. Повелеваю ситуациям, принесшим травмы, открепиться от вашего генетического кода. Вы не результат генетического наследия. Вы созданы по замыслу Бога. Такие изъяны, это не план Бога. Я говорю истину вашей ДНК и вашей жизни. Вы дивно сотворены для цели Бога. Генетический код исцелен. Приказываю генетическим изъянам исчезнуть. Приказываю ярлыкам ДНК, прикрепившимся к ней, в родословной, исчезнуть и покинуть ваше тело. Бог, ты исцеляешь нас, когда мы просим тебя об этом. Поэтому, Господь, прошу тебя перезагрузить их генетический код и вернуть совершенство, которое ты замыслил, когда творил их. Я провозглашаю следующее. Веселое сердце благотворно, как врачество. Это ваше лекарство. Открывайте Библию и принимайте свое лекарство. Благословляю каждого из вас духом радости, приносящем восстановление ваше тело. Аминь. Ваши родословные поколения получают одни и те же травмы из-за жестокого обращения, порнографии и алкоголизма, и вы исцелены уже сейчас. Все это закончилось. Смотрите в следующем выпуске. К этому моменту мира накопилось множество вопросов об Израиле. Вы спрашиваете, ну почему Израиль играет такую важную роль в мире? Как это относится ко мне? И относится ли вообще? Присоединяйтесь к выпуску «Это сверхъестественно», и вы получите ответы на все свои вопросы. Меня зовут Сидрот. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН Сети это сверхъестественное, чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. его мысли о вас больше, песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.